Диалог с глазу на глаз, обсуждение наиболее волнующих вопросов, касаемых заработной платы, соцпакета, рабочего графика и отпусков. Именно так строится закрытое деловое общение между работодателем и кандидатом на вакансию в рамках второго федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, работа в России, время возможностей. Мы представляем сегодня 16 организаций и эти организации заявляют 237 вакансий. Всем желаю найти вакансию, которая интересна работодателям, получить работников, которые будут их удовлетворять. Для соискателей участие во Всероссийской ярмарке прекрасная возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти подходящую работу как внутри региона, так и за его пределами. Здесь же граждане могли узнать о том, как прокачать свои профессиональные навыки, о поддержке со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Так посмотреть может, действительно кто-нибудь предложит хорошую работу. А что для вас хорошая работа? Зарплата была высокая и добираться, чтобы недалеко было до работы. Я хотела просто узнать, какие вообще существуют. Так, я просто недавно закончила технику. Гибкий график, какой-нибудь удобный. Ну, зарплата, да. Может, недалеко от дома. На сегодняшний день мы ищем работников электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по ремонту воздушных линий, электромонтер по обслуживанию подстанций, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по оперативно-выездной бригаде. Основные требования к работникам к профессии электромонтера – это наличие начального или среднего профессионального электротехнического образования, годность по медзаключению к работам в действующих электроустановках и на работе по высоте. То есть делаем внутренние отделочные работы и ищем специалистов, соответственно, на такие работы. А к работникам требования – это, прежде всего, опыт работы и наличие специального образования. Сейчас база вакансий по городу Котласу насчитывает более 500 единиц. Востребованными также остаются медицинские работники, преподаватели-учителя, бухгалтера-менеджеры, водители автомобиля, машинисты-экскаваторы. Профессии, сферы торговли и общественного питания. А также требуются специалисты для оборонно-промышленного комплекса. Всего Котласским кадровым центром в рамках ярмарки трудоустройства организовано шесть площадок. Три из них в районах – это Вилить, Красноборск и Коряжма. Остальные в нашем городе. Первая площадка – это вот наша ярмарка вакансий. Вторая площадка – это мастер-класс с тренером Федерации карате. Знакомство с профессией. Он организован для студентов выпускных групп Котласского педагогического колледжа по специальности физическая культура. И третья площадка организована сегодня. Проходить будет с 12 часов в молодежном центре для несовершеннолетних граждан. Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Первый этап состоялся 14 апреля, где 10 работодателей представили 103 вакансии. Тогда ярмарку посетили 137 соискателей, 56 из которых были трудоустроены.